Всем добрый день! За окном осень, в полном разгаре, конец октября, погода стоит солнечная, дождя нет. На осень, конечно, глубокую не похоже. С одной стороны, конечно, это радует. Только что вернулась с улицы, сходила со своими палочками, прогулялась. Поддерживать здоровье, конечно, надо. Полинка сейчас тоже заболела, лёгкая ОРЗ, насморк горла, ну, как всё стандартно, да? Вот, что сейчас у меня по плану? Хочу, достала мясо, сейчас размораживается гуляш на вечер сделаю. Что к мясу сделаю? Пока не знаю, или макарон, или гречку. Вот, и, наверное, сейчас займусь уборкой на кухне. Чуть-чуть я её подзапустила со своими болезнями. Вот, теперь вот ещё и Полинкина болезнь. Так что кухня у меня немножко запущена. Начну убираться, ну, а дальше посмотрим, как пойдёт, как пойдёт моё настроение. Может, я ещё что-то хочу, захочу сделать, потому что у меня по плану ещё разгрузить и убрать кое-какие шкафчики здесь на кухне. Ну, говорю всё по обстоятельствам, посмотрю, как у меня получится и по состоянию здоровья, как я себя буду чувствовать. Ещё хотела заложить стирку. Конечно же, это я сделаю, потому что стирки набралось очень много. Ну, всё, приступаем. Ну что, одеваю свои перчаточки, любимые из FixPrice Barhat. Очень классные, всем советую. И начну свою уборку с мытья посуды. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а что мы теперь будем делать после мытья посуды, так это помоем раковину. Сначала я мою вот таким кремом, сразу скажу, не реклама. В основном раковина у меня пачкается, это из-за сливания чая в эту раковину. Поэтому она становится вот такая тёмная. После этого средства я наношу белизну. Белизна очень хорошо очищает следы чая. В принципе, можно было бы и сразу белизной помыть. Но так как я давно её не мыла, решила помыть двумя средствами. Чтоб было очень чисто-чисто. Посмотрите, как она пенится. Такую вот пену большую даёт эта белизна. Затем всё это смываю. Раковина теперь наша чистая в меру. По крайней мере, лучше, чем была. Теперь я вытираю посуду насухо, чтоб она мне здесь не мешала. В дальнейшей уборке. Вытираем, убираем на свои места. Посуду-сушилку. Ну и теперь в конце помою вот этим средством от накипи. Ну что, немножко тут прибралась. Сейчас, наверное, начну разбирать вот эти ящики. Вот этот конкретно, который находится над раковиной. И вот этот. Здесь у меня колонка расположена. А здесь у меня специи. Здесь, конечно, такой вариант уже запущенный. Вот нам привести всё это в порядок. Применю сюда, наверное, ещё один контейнер. Он из фикс-прайса. Посмотрим, что из этого получится. Он на колёсиках. Хотя вот здесь, видите, стоит контейнер для специй. Кстати, тоже из фикс-прайса. Но мне вот эти контейнеры тоже... Ой! Вот эти специи мне тоже надо убрать. Есть у меня в арсенале контейнер такой узкий из фикс-прайса. Вот сейчас попробую, посмотрю, какие здесь расположу. Вот. Ну, и здесь чуть-чуть надо навести порядок. Ну, а здесь, смотрите, колонка. Здесь особо много не поставишь. Хотя, как бы, вроде шкафчик, да. На заднем плане, вот видите, вот эта полочка, это из икеи. Она узкая. Там в продаже бывают ещё широкие. Но мне нужна была сюда узкая, потому что широкая здесь особо не вписывалась. Сюда тоже планирую поставить контейнер. Ну, всё. Давайте сначала я наведу порядок, помою шкафчики, а потом займёмся организацией. Сначала про пылесос. Вот этим пылесосом всю пыль соберу, а потом буду мыть. Ну, всё. Этот шкафчик я помыла. Вот так он выглядит поближе. Колонка всё место занимает. Здесь у меня в уголочке стоит такая баночка со щётками. Конечно же, планирую когда-нибудь её заменить на какой-нибудь контейнер. Но вот пока так стоит. Так, теперь будем располагать полочку. Вот эта полочка из Икеи. Классная полка. Она металлическая. Фикс прайса здесь уже не подойдёт, потому что они хлипкие. Это всё-таки металлическая, прочная. А здесь у меня, конечно, стоят графины. Они всё-таки тяжёлые. Поэтому эта полка тут идеально вписывается. Вот на этой полке стоят у меня графины. Кофеварка. И сейчас я буду примерять контейнер из фикс прайса сюда. Вот такой контейнер на колёсиках. Я его вам уже показывала. Вот хочу померить сюда. Посмотрите. По-моему, идеально вписался. Здесь не выступает. Как раз под эту полочку. И плюс на колёсиках очень удобно. Выкатил, взял что нужно и поставил обратно. По-моему, супер. Пока оставлю таким образом. Тут вот мерные стаканчики. Ну, в будущем, может быть, ещё сюда что-нибудь поставлю. Потому что до этого я как-то сюда ничего не ставила. Потому что было неудобно. Банки там, какие-то пузырёчки, миски. Да, не очень удобно. Тем более здесь колонка. Вот. Но так как теперь у меня вот такой контейнер классный. Посмотрите, сколько здесь ещё места остаётся. Так что на будущее что-нибудь сюда и присмотрю и поставлю. Классный ящичек. Очень мне нравится. Сейчас попробую точно такой же ящик поставить вот сюда. Там, где специи. И посмотрим, что получится. Ну, всё. В одном шкафчике порядок навели. Приступаем ко второму. Музыка. 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 Есть у меня точно такой же второй контейнер. Покупала я их два. Сейчас буду пробовать сюда установить. По-моему, идеально вписался. Всё закрывается плотненько. Вот. И, наверное, знаете, как попробую сделать? В этот контейнер хочу поставить вот этот. Кстати, идеально вместился. Посмотрите. А здесь сбоку можно поставить те приправы, которые у меня вот тут стояли сбоку. Ну, вот по мере примерно, да? Всё помещается. Хотя вот здесь место всё равно остаётся. Даже не знаю, как лучше сделать. Можно, конечно, вытащить и полностью этот контейнер вот этот на колёсиках посвятить его именно приправу. Но я боюсь, они разбредут, потерять свою форму. Так они очень аккуратно стоят. Так, а если мы вернём всё, как было. И сейчас принесу ещё один контейнер, посмотрим. Тоже контейнер из фикс прайса. Помните, такой узенький. Вот. Можно его тоже сюда поставить. Получится вот таким образом. И вот даже не знаю, как лучше оставить. Только то ли вот таким способом, то ли как я до этого показала. Мне вот этот вариант нравится больше. Напишите, кстати, в комментариях, какой вам понравился больше. В принципе, никогда не долго поменять эти контейнеры. Поставить либо как те два, как я показала, вот без этого большого. Либо оставить один. Пока я, наверное, оставлю вот таким образом. Послушаю, что вы мне посоветуете. Потому что со стороны, мне кажется, виднее. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Поэтому пишите, советуйте. Вот. Почему вот таким образом хочу оставить? Во-первых, очень удобно. Здесь видите ручку контейнера и контейнер сзади на колесиках. То есть потянул, тем более верхняя полка. Это я сейчас стою еще на скамейке, потому что... А так вот, видите, как я должна доставать. То есть отдельно неудобно. А это вот большой сразу контейнер выкатил и достал. Мне кажется, так удобнее. Но все равно, что у ваших советов, как вы думаете. Хотя вот этот контейнер тоже классный, для специй подойдет. Вообще он везде может вместиться. Так. Ну вот, вот это пространство мне не нравится. Что мы сюда поставим, не знаю. Ну а сейчас я рассортирую все свои специи. Рыба к рыбе, курица к курице, трава к травам. Ну а у меня очень много укропа. Сейчас я освобожу эти пачечки и высыплю в баночку, там где у меня укроп. Здесь у меня в основном будут стоять те приправы, которые новые. То есть не начатые. Ну а сюда рядом, наверное, поставлю вот такие в пузырьках, в баночках, которые поместятся. На задний план поставлю то, чем я редко пользуюсь. Вот эти баночки тоже надо обновить, сюда досыпать перец. Здесь сельдерей. Здесь у меня стоят начатые специи. Вот в этой баночке у меня лаврушка. Когда-то там был чай. Ну и вот так у меня получилось. Оставлю пока таким образом. Ну а дальше посмотрим. Что-то сейчас подумала и решила, знаете, сюда еще что установить. Вот этот контейнер. Я так посмотрела, он хорошо сюда вписывается. Наверное, я так и оставлю. И они, кстати, одинаковые. У них коллекция одинаковая, лофт. Посмотрите, как классно смотрится. По-моему, супер. И сейчас я сюда поставлю то, что у меня там стояло. Так как еще не нашла, куда заменить эту баночку. Пусть и стоит, но зато она сюда смотрит, как хорошо поместилась. Может, кстати, я ее оставлю. Помою, и будет чистенькая, красивая. Или изменить на новую можно. И вот сюда смотрите, как хорошо вписалась. Даже кроме баночки, можно туда что-то еще поставить. Ну, в общем, оставлю пока вот таким образом. По-моему, хорошо. Так, ну и здесь сидит Полина. Больная наша. Парим ей ноги. Горячей воде горчицы. Пледом укрыли. Сейчас ей тепло, хорошо. И на ночь сейчас чайку еще горяченькую попьем. Да? И бай-бай. Так, сначала буду обжаривать лук. Потом добавлю морковку. И уже в конце добавлю гуляш. Гуляш у меня из индейки. Быстро, просто. Как говорится, на скорую руку. Уже, конечно, темно. Слишком поздно. Ну, пока пролечились. И вот столько времени. Так, жарко. И ставлю пока овощи. Все. Пусть масло греется. Будем закидывать поочередно, как я уже сказала. Потом морковку. Все овощи я обрабатываю на комбайне. Очень быстро, просто и легко. Ну, и теперь туда же отправляется наша морковка. Ну, а теперь отправляю сюда мясо. Покупала я уже готовый гуляш. Просто помельчие кусочки сейчас порезала. Индейка, диетическое мясо. Обязательно перчим, солим. Наверное, в этот раз ничего не буду добавлять. Вообще, я всегда готовлю, знаете как, не хочу ни сметану добавлять, ни томат. Мне все-таки от этого как-то не очень организм себя чувствует. Ну, скажем, прямо плохо. Вот, поэтому я стараюсь просто тушить. Просто тушить без всяких вот таких добавок. Мне так лучше идет. Водой залью и будем тушить. Сейчас, конечно, предварительно я еще обжарю. Сейчас поставлю программу жарка мяса. Вот, предварительно сейчас обжарится. Снимаю уже очень темно. Даже страшно сказать, сколько сейчас времени на часах. Сейчас 12 ночи. Я вот только сейчас готовлю. Поэтому в темноте проходят вот эти съемки у меня. Ну, уж не обессудьте. Вообще, по натуре я своей сова. Напишите, кстати, кто вы. Сова или жаворонок. Поэтому у меня в основном все дела ночные, вечерние. Так как сейчас темнеет рано, то сами понимаете, что вообще все уже при темноте. Так, ну все, пожарилось. Заливаю водой. И ставим на программу тушения. Субтитры сделал DimaTorzok